Всем привет, ребята! Всем привет! Довольно? Я думала, сейчас начнёт кричать, ей-богу. В общем, решила сегодня снять влог, потому что я собираюсь поехать в Барселону. Это будет только второй раз после карантина, что я еду в Барселону. Один раз я ездила на день рождения к подруге, вернее, к её дочке. Всё? Всё, низко. Где она смотрит мультик, поэтому она, наверное, такая и спокойная. И вот сегодня будет только второй раз, что я пойду в Барселону. Хочу съездить в санцентр, хотим купить Диане обувь, потому что она уже у нас начинает ходить. И купить ей какую-то одежду на осень. В принципе, у нас кое-что есть, но совсем мало. Нужно купить. Такое хорошее. Я отключила звук на телевизоре, чтобы она не мешала. Она мультик свой смотрит. Савёнок хоп-хоп, да? Кстати, Дианка у нас уже начинает ходить, и она в 11 месяцев и 23 дня, то есть 23 числа, она сделала первые свои два шага. Это было вообще так классно. Мы с Серёжей сидели на диване, а она стояла возле телевизора. И потом она повернулась и пошла к нам. И что мы делаем? Я сейчас готовлю обед. Немного ранний обед у нас сегодня, потому что, как я сказала, мы едем в Барселону. Я хочу первым делом покормить ребёнка, и потом уже выгуляем с Сонькой и поедем. Да, Сонечка? Такой милюшко. Я прям не ожидала, что она сейчас так будет себя вести. Аж смутила маму. Маму смутила. Короче, хотела посадить её на пол и продолжать вам что-то снимать и вещать. Не вышло. Я поняла фишку. Диане нравится именно быть в кадре. Если я беру камеру без неё, это начинается просто трэш. Она мне вообще не даёт снимать. Вообще. Иногда я даже из-за этого... Это появилась новая причина, почему я не снимаю. Потому что, думаю, если я начну снимать, ребёнок будет нервничать, и день пройдёт не очень хорошо. Да, Дати? Ты какая-то спокойная. А ну, улыбнись. Яна, улыбнись. 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 Ай. Ты такая шладкая. Шладкая. Ромашка, мамина. Ну, куда ты карабкаешься, Ромашка? Иди, вот так. Последнее время я вообще не могу снимать, потому что... Но она просто мне не даёт. Если я ещё беру телефон в руки, то с телефоном всё норм. С камерой. Очень трудно. Очень трудно. Я даже сегодня сомневалась, начинать блог или нет. Потому что, если я иду в Барселону, это уже день. Не такой, как обычно. То есть, он будет немножко другим. Новые эмоции и тому подобное. И если я ещё буду её снимать из себя, это могут быть нервы, да? А, увидела мамы накрашенные ресницы, да? Скажи, откуда? Откуда ресницы взялись, да? Скоро Диане уже годик. Через несколько дней. Мы понемногу готовимся. Но у нас такая фишка, что в Каталунии, в нашей провинции, где мы живём, запрещено встречаться больше, чем шесть человек. Как дома, так и в общественных местах. Сначала написали в общественных, теперь и дома. И вот как нам праздновать день рождения? Я по минимуму собираю людей. То есть, хотелось бы побольше. Я вообще насчитала 20 гостей примерно, это вместе с нами. Думала разделить на два дня день рождения. Но, получается, у Дианы день рождения выпадает на будний день в четверг. В четверг многие работают, но мой муж не работает. В этот день как раз на выходных он работает. Поэтому будем праздновать в четверг, 1 октября, как и положено. Да, доченька? Да. И приглашаем тех, кто может прийти, в принципе. А с остальными гостями, возможно, в другой день увидимся, может, на следующей неделе. Короче, с этим карантином вообще никаких планов нельзя построить. Вот серьезно, вообще никаких. Если бы этого всего не было, можно было бы вообще арендовать зал где-то, классно отметить, что-то придумать. А так вообще не очень. А ничего, может, на два годика оторвёмся, да, Диана? Итак, я сейчас готовлю обед. Уже приготовила в мультиварке крем-суп. Сделала нам с Дианой. Ну и на ужин останется, да, Дианка? В общем, сделала суп из тыквы, кабачка, то есть цукини, картошки, чеснока, лука и добавила специи. Сейчас я вам покажу супчик наш, он уже готов. Да? Диана, давай ладушки, 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 где были у бабушки? Да, да, да. Вот такой у нас обед. Крем-суп и запеченная курочка. У Дианки я сделала отдельно. Сейчас я порежу этот кусочек, тут как раз 30 грамм. А себе в суп там оно немножко утонуло. Также себе добавила соль, перчик. И сейчас еще принесу оливковое масло. Так, мой ребенок хочет кушать, так что я ей даю. Давай, Диана, кушай. Там вон Соня развалилась. Давай, будешь кушать супчик? Давай. Ну давай, Маруся, давай. Ой, вкусно! Дианюсик, вкусно тебе? Давай. Ням. Да, вкусно, да. Кстати, Диана уже хорошо кушает ложкой и вилкой. Ну, сначала она училась вилкой, а потом уже ложкой. Но ложкой, конечно, хуже. Пюре рукой супер, Диана. Ой, ложечкой. Молодец! А чего левой ложку взяла в этот раз? Ну, браво, всегда ест. Левой будешь есть? Ну, у тебя хорошо получается левой тоже. Соня, тебе не стыдно? Кушай, кушай. Вкусно мама приготовила тебе, да? Молодец! Ты такая умничка у мамы, умничка. Вкусно тебе, да? Молодец, моя умничка. Умничка, давай кушай. Будешь левой кушать? Ну, кушай, левой. Соня, сюда право ест. Да? А для курочки тебе вилочку принести? Да? Да? Вилочку принести, вилку? Вилку? Принести вилку? Да! Хорошо, сейчас принесу. На, вилочку тебе? Давай, кушай. Вкусно мама готовит. Вкусно, да? Мама вкусно готовит. Покажи, как ты... Диана, покажи, как ты вилочкой кушаешь. Покажи, накалывай курочку вилочкой. Давай. Давай, давай, накалывай курочку. Давай. Упала. Давай еще, еще, еще. Давай, 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 давай. Ой, молодец Ну, почти, почти улетела Молодец Ну, ты умница, ты умница в любом случае, умничка Молодец, молодец В общем, вот, принцесса поела Вот так мы поели Вот, вот, все грязное Супчик чуть-чуть не доели, курочки чуть-чуть осталось Да? Но зато... Да! Зато ребенок наелся Потренировался, научился В очередной раз, да? Ой, это такая прическа прикольная Как всегда Ты мой хороший Ты накушалась, зайка? Накушалась? Накушалась? Молодец, ты моя хорошая Солнышко, молодой Камера, давай, Диана, смотрите, как мы умеем Давай, Диана, давай Все, камеру хочет Мы уже вышли с Дианой выгулять Соню О, боже, я забыла очки Ничего не вижу Сейчас выгуляем Соньку И уже будем идти на трен Ехать в Барселону Дианка, а кто самая милая девочка на свете? Ты, да? А кто самая хорошая? Кто самая хорошая? На качельке смотрят эти Дианюсик Дианка Да ты прическа? Я не могу Я уважаю ее, это кес Диана, Дианка Ты, да, ты Привет Привет, привет Вон там Сонька бегает, гуляет Мы, кстати, всегда, пока Сонька гуляет Катаемся на качельках Вот здесь у нас есть горочка такая Маленькая для малышей Там качели есть Там такие качельки, что для взрослых Не для малышей Поэтому на руках надо держать Но Диане нравится Так тепло сегодня Я Диане Так, сейчас тень падает Диане надела вот этот комбезик Летний Он такой удачный оказался Мы его с 8 месяцев носим И вот уже годик почти Дианке И до сих пор нормальный Такой льняной классный Комбезик Да, я думала уже не оденем в этом году Потому что похолодало у нас Мы последние дни вообще уже ходили И в кофтах, и в джинсах И очень тепло одевались Потому что такой холод бабахнул Очень резко Я прям офигела, серьезно Было так холодно Особенно так со дня на день Один день была жара Была жара Второй день уже очень было холодно Но сегодня хорошо Вообще такой теплый день Так что я тоже вот в футболке Юбочку надела Решила свои ноги выгулять И кроссы Кроссы я была Так что еще кофту с собой возьму И Диане тоже переодевалку взяла Ну, чтобы было что поменять Если будет холодно Соня, как обычно Ничего новенького Счастливая собака Мы уже летим на трен Да? Крошка Такая погода классная Вроде и жарко Вроде и солнце Но есть легкий ветерочек И можно не переживать, что сгоришь Но вообще очень классная погода Ты балерина моя, да? Где ножка? А где ножка, Диана? А где ножка? Ножка Вкусная ножка, да? Очень вкусная ножка Короче, ребята, прикол Пришли мы с Дианой на станцию Я стояла, покупала билет И подходит моя подружка с Кунитой Я вам не рассказывала У меня уже здесь есть подружка в Куните И даже, кстати, не одна Я уже с многими мамочками познакомилась Но Вика была первой Привет! Вика, кстати, тоже ведет свой блог в Инстаграме, да? Ну, так Как я, да? Да, да, да Периодически Но ты в Инстаграме чаще бываешь, да? Да, да, да Мы с Викой как познакомились Мы часто, часто видимся Вчера виделись Вчера она даже меня в гости позвала И сегодня случайно тоже встретились Совершенно случайно Даже не договаривались И вот будем вместе ехать в Барселону Там Диана сидит, играет Ку-ку Думаете, у Дианы это игрушка, да? У Дианы очень бурная реакция на камеру Но это не совсем игрушка Покажи пингвина Покажи Это такой пингвин Но это пингвин от пледика вот такого То есть здесь идет пледик И он заматывается в этого пингвина Да? Да! Да! Диана уже знает, что такое поезд Так как мы уже на первый раз Да? Смотрит он на море Там, кстати Там, кстати, нудисты были Так что я увидела, да Любопытные мои глаза увидели Да, здесь много каких-то... Мы сейчас едем мимо мор И здесь много закрытых пляжей Там можно уединиться Да? Да, пупсик Спасибо, привет! Привет! Ура! Мы в Барселоне! Ура! В центре! Вот здесь касса Бакло Боже, я не могу поверить, что я раньше после этого всего жила Сейчас приехала как будто вообще В другой город Совсем незнакомый Я очень давно не приезжала в Барселону Именно чтобы провести время в Барселоне Один раз только на день рождения Но я там по большей части пробыла в метро И все То есть я от метро в дом И как бы самой Барселоны толком и не видела Я очень по ней скучала Получается, когда мы уехали с Барселоны во время карантина После этого я не ездила Вообще так здорово! Я обожаю Барселону! В общем, мы идем на Пасу Каталунио Там открылся огромный Праймарк И мы хотим там купить что-то для Дианы И, как я уже говорила, надо посмотреть обувь Пришли мы в Элькорте Инглес И вот смотрим обувь для малышей Я хочу конкретно бренд Биомеканикс Это ортопедические специальные кроссовочки и сандалики Именно для малышей, для первых шагов То есть они классные, очень продуманные Еще здесь есть Джиокс Ну, в основном Биомеканикс продается Очень рекомендую эту обувь для маленьких деток Ну, такой небольшой выбор Еще есть вот такой вариант Типа носочек с подошвой Как бы вам показать Ну, в общем, просто идет обычный тонкий носок С резиновой подошвой Но это больше для дома И то, мне кажется, даже дома таки холодно будет Так, а вот и мама на шопинге Ура! Мама на шопинге Давай, Диана, топ-топ-тап от ушки Пляшут летом на опушке Давай, топ-топ Топ-топ, дядя, давай, топ-топ Так, я уже говорила, мы ее не заставляем ходить Она сама только когда просит, мы ее вводим Это мы просто пробуем кроссовки Топ 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 Покажи кроссовки Покажи кроссовки свои, Бел Меканикс Какие красивые кроссовки Глянь, стоит сама, смотри А ну-ка Пошла, пошла На шаг хотела сделать Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- внизу не спали. Вот такие кроссовочки. Смотрите, какие они классные. И миленькие такие. Беленькие. Супер. Я переобула ей кроссовок. Может, ей что-то там не давило. Не знаю. Дианочка поспала, пока мы были в праймерке. Молодец. Уснула. Убороза какая. Лапушка. Сходили мы в этот новый праймер. С пакетиком большим вышли. Купили кое-что Диане. В принципе, так как и планировала, но не нашла носков нормальных. Какие-то там были не очень. И не было с такими... Не, хотя мы нашли с такими силиконовыми точечками. Знаете, чтобы ребенок не скользил. Но они были синтетикой. То есть на 65% схлопка только. Мы сейчас пойдем в какое-то кафе на чай. Что хочется попить. Такой сушняк. Я не знаю. Прям в городе большом. Честно, отвыкла вообще от Барселота. Но мне так нравится. Еще плюс надо Диану одеть. Она у меня в таком летнем бодике. А к вечеру уже будет прохладно. Так что ищем, ищем что-то. Какую-то кафешечку. Ну, а насчет носочков надо посмотреть то ли в H&M то ли в каком-то другом магазине. Потому что в праймерке вообще не очень. Там носки для детей. Но там классные вещички тоже нашла. И костюмчики разные. Такие вообще для дома. И чтобы гулять нормально будет. Диана уже переодела. Постелила здесь пеленку прям в кафе. Нормально. Пусть на ней и сидит. А мы будем пить чай. У Сережи он кофе. У меня чай. И булочка кому? Мне? Спасибо. В общем, мы зашли в кафе Вену. Я хотела свой любимый чай рояль, но его еще нет. Еще типа не зима. А он зимой продается. Довольная, да? Диана тут по всему дивану уже поползла. Люблю это кафе. Жаль, конечно, что не было этого чая. Я ради него сюда и пришла. Янка довольная, да? Веселая? Все, ребят, мы уже приехали в Кунит. Сережа сейчас зашел на заправку спросить их расписание, потому что нам нужно завтра купить баллон с бутаном, потому что у нас закончился наш газ. Бутан наш, газ, который мы покупаем для плиты. Поэтому я сегодня и готовила обед в мультиварке, в духовке. Больше газа не было. Нужно купить. Ну, кстати, нормально получается. Одного баллона где-то на 4 месяца хватает. Так что, морг. Итак, ребята, мы дома. Сейчас вам покажу, что мы купили. Пока вон лялечка спит наша маленькая. Уже как бы ночь-полночь. Но я хочу это все вам показать и закинуть в стирку, чтобы ночью постиралось, а утром я уже развешу. В общем, взяли вот такие бодики. Три штучки с длинным рукавчиком. Честно говоря, я бы взяла намного больше, потому что это очень ходовая вещь для детей. Но в праймарке как-то все разгребли. Не было вообще ни размеров, ничего. Нужно либо утром приходить, когда там все навешано, либо, не знаю. Ну, короче, было очень мало. Взяла на 18.24, потому что других размеров не было. То есть это немного будут еще большеваты. Но ничего. В принципе, там где-то, может, на середине зимы уже будет и как раз. Дальше. Взяли вот такие просто, просто суперские тапки. Я очень хотела Диане купить какие-то тапочки, чтобы дома ей было тепленько ходить. В общем, посмотрите на эту прелесть. Мне так нравятся эти единорожки. Они здесь еще и на липучках. То есть удобно ножку всовывать, просовывать. И посмотрите, какие они пушистики. У нас тут, конечно, ночью немного слабоватый свет, но я надеюсь, вам хорошо видно. В общем, очень классные единорожки. Это такой больше бирюзовенький, это больше розовенький. Ну, в общем, симпатюльки. И это, кстати, 22 размер, по-моему. А кроссовочки мы брали 20. Кстати, на секундочку, в El Corte Inglés мы видели такие очень подобные тапочки за 20 евро, а в праймерке купили их за 6. Так что вообще суперские. Реально, по-моему, они вообще ничем не отличаются. Ну, то есть не то чтобы качеством, то есть качество точно такое же, но может дизайном отличались. Также в праймерке взяли вот такие пижамки. Здесь идут вот такие два комплектика. Кофточка и штанишки. Тоже взяли на размер больше, чем Дианин. То есть ей нужно сейчас брать 12-18, а мы взяли 18-24. Все потому, что просто размеров не было. Да, и подумали, пусть будет немного свободнее, немножко на вырост. Тем более вещи могут и избежаться при стирке. Так что я думаю, будет супер. Сейчас, кстати, достану. Вот один вот такой комплектик розовенький с штанишками в полосочку. Да, будет немножко свободным, но ничего страшного. Быстро, она быстро растет, так что все дети быстро растут. Ну и второй вот такой комплект. Тоже такой розовенький, девчачий. Ну, с динозавриками, что тоже странно немножко для девочек. Обычно такие рисунки не делают, а тут-то прям, ну, прикольные. В общем, хорошенькие такие пижамки. Я на самом деле хотела такие литые, то есть как человечки брать. Ну, тоже не было размеров. Но эти тоже прикольные. Мне нравятся, в принципе, кофточки. Зимой можно будет просто надевать бодик под низ и сверху такой комплектик. Ну, хотя зимой я еще теплее куплю. И такие две пижамы стоили всего лишь 8 евро. Очень хорошие пижамы. Здесь плотный такой хлопок. Супер. Взяли вот такой костюмчик. Здесь идет такая толстовочка и штанишки. Что-то, что-то стоило 4 евро. Нормально. Костюм получается 8. Этот костюм теплый. Он с теплым начесом. И этот костюм ей будет сейчас как раз. То есть 12-18. Это прямо сейчас ее размер. Ну, чуть-чуть с запасом даже. Повезло, что нашла и штаны, и толстовку. Потому что там все было так в разброс. Либо штанов не было размеров, либо кофт. Эти все вещи продаются по отдельности. Но это прям повезло. И хороший такой. Он темненький. Не будет сильно мараться. Но здесь такие розовенькие пятнышки. С золотистым. Еще вот такой взяли. Типа комплектик. Но это продалось по отдельности. Кофту взяли такую. Тоже с начесом теплым. Он классный. Кофта и для дома, и для улицы будет супер. Все дети в таких ходят. И с капюшончиком тем более. Вообще классно. 18-24 тоже как бы на вырост. Но мы ей в магазине померили. В принципе, ну чуть-чуть великовата. Но нормально. Штаны явно будут на вырост. Тоже штаны. 18-24. И здесь вот этот шнурочек просто для красоты. То есть не затянешь. Но я, конечно же, померяю. Вот такие штанишки на манжетиках внизу. Они вот так присобираются. И в принципе, если на талии будет держаться, можно будет уже носить. Но в целом это 18-24, 92 размер. То есть на вырост. Кофта стоила 6 евро. И штанишки 4. Штаны тоже теплые с начесом. Очень здесь такой мягкий. Такой флиз. Вообще супер. И все вещи для детей, которые мы покупаем в том же праймерке, все из хлопка. Так что здесь натуральные материалы. Хорошие, качественные. Ну нормальные. То есть праймерк это довольно бюджетный магазин. Но качество нормальное. Не на все вещи. Есть там и синтетику продают. Но вот такая база у них всегда очень хорошая. Еще взяли вот такое платьюшко. Как бы на день рождения. Но это как бы запасное. То есть у нас есть летнее платье, которое я хочу надеть. А это такое более плотное. Здесь более плотный материал. И к нему даже идут белые такие плотные колготки. То есть такое платьюшко. Его можно надеть даже с белым бодиком, например. Чтобы ребенку не холодно было. Потому что как бы с летним этого не очень сделаешь. Это не очень сделаешь. Потому что ну как бы летнее платье с белым бодиком, ну не знаю, будет наверное не очень. А вот такое уже более плотное нормально. Ну в общем, если будет холодно, мы наденем это. Если нет, мы его просто вернем. Потому что ну платье у нас используется только для фотографий, честно говоря. Мы их вообще не носим. Максимум какое-то хлопковое надевала летом. И все. Ну и кроссовочки я вам уже показывала. Я вообще просто в восторге. Они настолько классные. Мне так нравятся. Вообще очень классненькие. Такие симпатичные. По ножке так хорошо сидят. Их легко обувать. Кстати, еще вот тут, ну как мне объясняли, нужно еще пальчик так всовывать. Когда ребенку покупаешь обувь, пальчик всовываешь, чтобы чуть-чуть пальчик твой влезал. Чтобы размерчик был чуть-чуть с запасом. Ну и чтобы ребенку удобно было. Вообще так легко разбывается. Вот так они раскрываются. Очень легко ножку всовывать. Здесь ортопедическая стеречка. И вообще так хорошо ножку держит. Я вам же говорила, как бренд называется. Вот так. Биомеканикс. Это, по-моему, испанский бренд. В Валенсии вроде их выпускают. Вот. Институт биомеканика де Валенсия. Короче, сотрудничает с педиатрией какой-то ассоциацией испанской. Я читала про них. Вообще классно. Жаль, конечно, что они ненадолго. Ножка у ребенка очень быстро растет. Если вы слышите странные звуки, эта наша собака играется со своей игрушкой-поросенком. Соня. 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 Что ты делаешь там с поросенком? Ты что делаешь? Ты чего видео мне не даешь снимать? Короче, Соня тут свой домик под столом. О, божечки. Это ее хрюшка. Она хрюкает, кстати, смотри. А Диана, когда находит эту хрюшку, Соня несет ее. Она знает, что это Сонина. Она знает, что это сонина.